Почему математика в школе принципиально отличается от физики, от химии? Все знают почему? Казалось бы, математика это наука о числах и фигурах, да? Физика тоже не самая плохая наука на свете, правильно? Об атомах, о движении, химия тоже практически очень важная и интересная наука. Тем не менее, математика занимает в школе принципиально другое положение, чем физика, химия, биология. Кто-нибудь догадается, в чем отличие? Да? Может, потому, что с математики не было бы изучить? Ну, слушайте, без повара тоже не было бы школы. Просто все, понимаете, от голода умерли. Но почему-то мы не изучаем, понимаете, мы считаем... Нет, почему? Не то. Да, а в физике не правильно. Слушайте, в физике, ну, вы, конечно, еще не учили, но, тем не менее, там тоже есть задачи, там тоже решают. Да? Математика – это ключевой предмет. Отлично, а почему? Потому что, если вы узнаете полностью математику, то у физики будет гораздо все легче, и все правила в математике... Это мы проходили. В биографиях очень многих математиков вы можете прочитать такую вещь, что там в возрасте десяти лет он составил себе план жизни. Сначала выучить всю математику, потом всю физику, потом всю химию. Реально? Понимаете, что происходит? Когда человек пытается выучить всю математику, он становится математиком, и больше уже не кем. Это огромная наука, и мысль, что я ее быстренько выучу, а потом займусь еще чем-нибудь, она совершенно бессмысленная. Не выучите. Она сама по себе интересна, она затягивает. Не в этом отличие. Нет, тоже магазин. Да. О, ребята! Насчет магазина и сдачи, это я вам доложу, это чушь обыкновенная. Дело в том, что если в большинстве магазинов вас обсчитают, то ничего с этим не сделаете. Боксом заниматься полезнее. Гораздо полезнее, если вы хотите, чтобы вас не обсчитали в магазине, то гораздо лучше заниматься боксом, чем математикой. Потому что, понимаете, когда вы будете говорить какие-то... Кстати, в магазинах, поверьте, обсчитывают гораздо меньше, чем в многих областях жизни. Вот. Дорогие мои, даже если вы будете знать, что там воркарманник у вас, не знаю, 2000 рублей из кармана, это вам ничего не даст. Понимаете, гораздо лучше обладать реакцией, вовремя там, перехватить его руку, там, 10 боевых приемов, 50 крышков. Это гораздо более полезнее, чем математика. Я повторяю вопрос. Ваши родители молодцы. Спасибо им. Они вам сказали правду, что действительно без математики плохо и так далее. Но они сказали это не от вас книжки. Математикой массе от жизни, чем от биологии. Почему абсолютное большинство людей в своей жизни, если и используют математику, то используют ее не в том смысле, что они будут решать задачи, не в том смысле, что они будут открывать новые теоремы. Математиков, исследователей настоящих, не учителей, а вот тех, кто действительно исследует, да их несколько сотен во всем мире. А в старые времена их было вообще несколько человек, буквально вот там, они все друг друга знали. Триста лет назад все математики просто по фамилиям, по именам знали друг друга. Сейчас конечно стало народу побольше, но тем не менее это исчисляется десятками, ну может быть сотнями, но никак не больше. Я вам больше с того скажу, если вы действительно занимаетесь высокой наукой, то вам нужно очень много знать и, понимаете, таких людей на всю планету нужно действительно мало. Миллионы и миллионы заканчивающих школу никогда в жизни не применят математику, что называется, по прямому назначению. Математики не откроют новую теорию. Тем не менее, почему-то в школах это учат, и почему-то это важно, да? Ну, это вообще, например, если хотите в магазине наукой? Опять со своим магазином. Кратей изучай лучше. Да. Чем? Чем она объединяет? Чем она объединяет? Да. В качестве математики можно более легче понять правила любой. Мы стали одеваться более лучше. Это, конечно, замечательно. Более легче. Здесь устили. Действительно, практически полезный предмет. Потому что, вот, вы не будете говорить более легче, да, а просто ставите легче, и вас лучше поймут. И что? А астрономия не точная наука? А диалогия не точная наука? Есть огромное количество практически полезных точных наук. И на реальной практической жизни без многих из них никак нельзя. Корни всех остальных наук зависят по математике. Как зависят по математике? Потому что во всех науках есть цифры. Во всех науках есть цифры, это замечательно. Математика — это наука общая, она объединяет все эти науки вместе. Это относится не к математике, а к науке. Это относится именно к школьному предмету математики. Есть принципиальное отличие от того, как преподается математика, от того, как преподаются все остальные, в том числе, все остальные даже точные науки. То есть вам говорят в первом классе, что есть числа 1, 2, 3, 0 и так далее. Цифры. Вы развиваете математику, изучаете правила сложения, умножения и так далее. И ни разу вам не говорят фразу, которую при изучении физики, химии и всех других наук вам говорят. Вам ни разу не говорят. Ученые доказали что. Дело в том, что вообще-то химию нужно было бы преподавать, начиная с абсолютного нуля. То есть доказывать, что вода состоит из атомных изнародов и атомных водородов. А перед этим доказывать, что вообще есть атомы. И в таком случае химия заняла бы не столько, сколько она сейчас занимает, а в десятки раз больше времени. На физике вы в старшие классы придете, вам скажут, Рейзерфорд доказал. И дальше расскажут о том, что он доказал. И вам не принесут в класс ускоритель, на котором он это доказал. Вам скажут, такой-то ученый в таком-то году провел такой-то опыт. И в отличие от математики, вам не покажут этот опыт. То есть нет, конечно, один, два, может быть десять, в хорошей школе двадцать физических экспериментов и химических экспериментов вам покажут. Но, если вы не хотите, чтобы страна разорилась, невозможно каждому школьнику дать по ускорителю. Вы понимаете, что такое современные физические приборы, да? Они занимают огромные площади, и это просто нереально. Поэтому в математике вы видите, что мир познаваем. Когда вы учите математику, вы начинаете с самого начала. Я мог бы сказать, внимание, вот это принципиальное отличие. Если бы это была физика, то было бы вам сказано, запомните формулу. Потому что делали эксперименты и выяснили, что это так. Уран состоит из сталькита ядра урана нейтронов, сталькита протонов. Бывают такие, бывает уран такой, бывает уран такой. Но уроки это не показывают, а рассказывают. И это я сейчас не обижаю учителей физики. Потому что, ну, действительно, атомную бомбу взрывать на уроке. Полный странный, правда, да? Какие-то более грустные последствия для школы. Я сейчас докажу формулу Эйлера. И при этом, в общем, никому из вас не придется платить миллионы и миллиарды долларов. Правильно? Кусочек мела и доска. Значит, ребята, вы должны понять, что это не принципиальное отличие математики. Та же самая медицина, безусловно, является точной наукой. Врачи наблюдали тысячи, тысячи, миллионы больных и выяснили, что при такой-то болезни надо делать так, при такой-то так, при какой-то так. Но учить медицину, доказать таким образом невозможно. Потому что если врач пытается самому проверить все, что у него в учебнике написано, то ему придется посетить просто сотни больниц, увидеть... Это просто нереально. А математика может быть. Математика — это замечательный учебный, школьный предмет, где все, без исключения факты, доказываются, начиная с самого начала. Между прочим, на всех олимпиадах, на всех экзаменах в школе по сей день остается жесткое правило. Нельзя применять теоремы, доказательства которых ты не знаешь. На физике, на химии этого правила нет. Потому что иначе эти науки было бы невозможно выучить. А на математике наоборот. Даже в самых старших классах, там, в 10-м, в 11-м, вы вынуждены будете учить доказательства, повторяя, всех фактов. Не то, что учебные доказали, а именно всех без исключения. И один такой школьный предмет должен быть, чтобы вы понимали, что другие, так называемые точные науки, тоже можно было бы так сказать. И они в этом смысле ничуть не хуже математики. В физике все доказывают, в медицине доказывают. Просто невозможно в школе это рассказать. А вот математику таким образом, к счастью, доказать можно. Между прочим, в исследовательской математике сейчас ситуация, когда человек знает доказательства всех фактов, которые он использует, на самом деле по большому счету остается. То есть, конечно, бывают случаи, когда человек там использовал в какой-то работе результат, на который он не знал, поверил и так далее. Но это по сей день считается немножко халтурой. И по сей день, в общем, по большому счету, даже математики-исследователи не живут так, что вот в этой книжке написана такая формула, в этой книжке написана такая теорема, «Ух ты, возьму их, соединю, получу свои». Нет, не бывает. Тот, кто действительно занимается исследованиями, он за редкими-редкими случениями понимает все, с чем имеет дело.